Да, действительно, я даже назвала свою презентацию таким образом. Не упустить шанс классической заделки соломы после уборки зерновых колоссовых 2021 года. Действительно, в этом году у нас удивительная возможность сделать так, чтобы все органические остатки, которые сформируются после уборки колоссовых культур, могли быть использованы для построения именно гуминовых и фульвокислот. То есть на пополнение запасов гумусов, чтобы не было простой минерализации этих остатков до углерода, водорода и кислорода, а все-таки, чтобы мы смогли создать условия для повышения плодородия почв. С чем это связано? Вот у меня анализ изменения остатков за период с апреля по июнь месяц, 10 июня 2021 года. То есть изменение осатков с апреля по начало июня за 6 лет по Ростовской области. И мы видим, что 2001 год у нас отличается от всех предыдущих. Особенно от 2018 года, где за этот же период выпало чуть больше 50 мм осадков. Сейчас же у нас больше 200 мм осадков выпало за этот период. Более того, когда мы говорим об изменении минимальной температуры поверхности почвы, мы тоже видим, что немножко отличается от 2017-2019 года, но все равно эта температура в пределах 15 градусов. Не такая, как в 2016 году, где она приближалась к 20 градусам. Следующий показатель, который говорит о том, что все-таки влага в почве есть, и она не будет уходить так быстро, это изменение средней относительной влажности воздуха. И мы видим, что в отличие от 2018-2019 года и в какой-то степени 2020 года, у нас средняя относительная влажность воздуха выше 50%. Самая наивысшая влажность воздуха в этот период у нас была в 2017 году, 60%, когда мы с вами собрали рекордный урожай. То есть еще один показатель, который тоже очень важен, это изменение запаса влаги в слое 1 метр. Если мы говорим о ретроспективе с 2016 по 2021 год, то на этом графике видно, что по непаровому предшественнику у нас запас влаги чуть меньше 80 мм. Это очень хороший запас влаги. Да, по паровым предшественнику на тех полях, где определялось, чуть больше 40 мм. Но этот показатель значительно выше, чем в 2020, 2019 году, в 2018, в 2017 и даже в 2016, если мы сопоставим величины по непаровому и паровому предшественнику. Таким образом, вот эти все материалы дают нам право говорить о том, что в этом году действительно складываются благоприятные условия для того, чтобы провести классическую заделку пожневных остатков на колоссовых культурах. Какая же особенность этого года? Во-первых, сразу же за комбайном должны идти лучинники и дискаторы. Измельчать солому нужно до размера 5-10 см. То есть, когда настраивается комбайн, обязательно нужно учесть вот этот размер соломины, который должен остаться. И самое главное, что она должна быть отчаленная. То есть, концы должны быть разбиты. В этом случае она лучше разлагается. Как этого добиться? А это вот настройка комбайна. Когда при настройке комбайна, измельчителя комбайна, вот эти нюансы нужно обязательно учитывать. То есть, заходя на поле, агроном уже должен понимать, как он должен настроить измельчитель для того, чтобы получить максимальный эффект. Дальше обязательно компенсационные дозы удобрения. Мы о ней говорим всегда. Обязательное в этом году, учитывая, что вот такая влажность. И если сразу пойдут технологические мероприятия после уборки, то можно использовать микробиологические удобрения. Потому что до тех пор, пока не сжата пшеница, всё-таки создаётся микроклимат. После того, как убирается посев, меняется микроклимат, совершенно по-другому идут процессы испарения, и, естественно, влага улетает. Но один-два дня – это те условия, когда ещё влага, которая есть в почве, и которая сохранялась в посевом пшеницы, она может быть использована. И для того, чтобы начали действовать азотные удобрения, и для того, чтобы начали действовать микробиологические удобрения. Обязательно заделка 8-12 см. Зачем мы это делаем? По сути дела, это подготовка пожневных остатков к разложению. Мы вот этим приёмом, лучильником или дискатором, вот эту измельчённую комбайнным солому должны перемешать с почвы. Именно в этом. Плюс, если у нас дискатор, у нас ещё дополнительное идёт измельчение и дополнительное разминание этих пожневных остатков. Почему 8-12 см? Потому что этот слой обогащен кислородом. И в это время при контакте с почвой идёт обсеменение органических остатков соломы, идёт обсеменение микроорганизмов и запускается процесс разложения. Всё это происходит в активной кислородной среде. А вот дальше будет всё зависеть от погодных условий, которые будут складываться. Значит, сейчас влажность почвы где-то в пределах 18%. Как определить, что такое влажность 18%? Это нужно взять и сжать комочек почвы. Если он формирует этот комок и когда ладошка распрямлена, этот комок остаётся, не теряет свою форму, вот вам эта влажность. Этой влажности достаточно, чтобы через 2 недели провести вспашку с оборотом пласта. Что даёт нам вспашка с оборотом пласта? Вот это вот за 2 недели начавшие разлагаться пожневные остатки, на которых уже обильно поселились микроорганизмы, попадая в слой, где уже не такой активный доступ к кислороду, то есть более ограниченные условия к кислороду, разложение уже идёт не до конечных продуктов, а идёт до определённых углеродистых цепочек, для которых создаются условия полимеризации. И у нас формируются специфические гуминовые фульвокислоты, то есть мы с вами работаем на образование гумуса. В этом году очень хотелось бы, чтобы мы использовали вот эти погодные условия и провели все эти мероприятия. Следующий важный момент. Если всё-таки после лучения нет дождей, то в этом случае не нужно ждать эти две недели, потому что очень высокие температуры, где-то пройдут осадки, где-то кто-то попадёт под эти идеальные условия, и они могут подождать две-три недели. Почему две-три недели? Потому что за эти две недели действительно пожневные остатки будут подготовлены к разложению. Если же всё-таки очень сухо, то ждать не надо эти двух-три недели, потому что мы видим, что прогноз довольно-таки неблагоприятный. По крайней мере, на первую декаду повышение температуры до 39 градусов. В этом случае буквально 2-3 дня, и пока влажная почва, пока у нас есть возможность не вытащить чемоданы на поверхность, мы проводим вспашку, и таким образом выполняем вот эту классическую заделку пожневных остатков. Вспашка с оборотом пластов, даже если не было дождей. Да, но не через две-три недели, а через 3-4 дня, пока всё-таки влага есть в почве, мы ловим эту влагу. Но ещё самое главное, у нас есть определённые различия в зависимости от того, вот после уборки, как будет использовано поле. Если поле будет использовано под пар, то тогда длина соломины может быть увеличена до 15-25 сантиметров, то есть более грубое измельчение. Внесение компенсационной дозы те же самые 10-15 килограмм на гектар в действующем веществе на одну тонну соломы. Ну вот, примерный расчёт. Три тонны соломы. Если у нас аммиачная селитра, то у нас в физическом весе это будет 132 килограмма на гектар. Если это сульфат аммония, то 214 килограмм на гектар. Если это каз, то 40 килограмм на гектар. Дальше обязательно дисковое лущение в 1-2 прохода на глубину 8-12 сантиметров. После этого, опять же, при создании благоприятных условий, то есть, если жара наступает, мы ничего не делаем. И ждём, когда у нас спадёт жара, когда повысится влажность воздуха, и когда действительно можно провести глубокую обработку. Но перед тем, как проводить глубокую обработку, нужно обязательно внести фосфор, содержащие удобрения. Ну, как минимум 60 килограмм на гектар в действующем веществе. Если мы это переведём на аммофос, то это 115 килограмм на гектар. И заделка до глубины 20-25 сантиметров. То есть, это те условия, когда поле остаётся под пар. Если же поле предполагается под яровые культуры, то обращаем внимание на измельчение. Оно должно быть 5-10 сантиметров. Также вносим компенсационные дозы удобрения из расчёта на одну тонну соломы. И после заделки, вот глубина заделки, то есть, проведение лущения на глубину 5-6 сантиметров. То есть, вот такие маленькие нюансы, они очень важны в зависимости от того, под какую культуру дальше будет использовано поле. Здесь тоже можно внести фосфор, содержащие удобрения. Тоже доза около 60 кг на гектар в действующем веществе. И через 2-3 недели, а может быть и позже, всё будет зависеть от того, как будут складываться погодные условия. Опять же, внести в спашку с оборотом пласта, но уже на глубину, которая необходима для той культуры, которая будет посеяна с осени. То есть, провести подъём зяби с учётом потребности той культуры, которая будет расположена на этом поле. Следующий момент, самый важный, потому что очень часто у нас идёт озимая по озимой. И вот, если поле остаётся под озимой культуры, или озимую пшеницу, или озимую ячмень, то здесь должна быть технология полупаровой обработки почвы. И здесь всё сжато в сроках. Здесь в течение одного дня нужно следом за уборкой провести измельчение или во время уборки. Опять же, здесь должны быть мелкие измельчения 5-10 см. Также внести компенсационные дозы удобрения из расчёта 10-15 кг на гектар. Лущение стерни здесь уже должно быть на глубину 10-12 см. После того, как мы провели эту обработку, возможно внесение фосфорсодержащих удобрений. Но опять же, здесь у нас лимитирующим будут погодные условия. И чем быстрее мы проведём эти мероприятия и лущение, и внесение фосфорсодержащих, но здесь уже доза фосфорсодержащих должна быть в пределах 40-45 кг на гектар в действующем веществе по фосфору. Дальше. Через 3-4 дня у нас вспашка с оборотом пласта. Но если сухо, мы эту вспашку не проводим. Мы ждём дождя. И дождя мы ждём, ориентируясь, чтобы вот эта вспашка была проведена за где-то полтора месяца до сева. если мы не успеваем и у нас нет условий для того, чтобы мы проверили эту вспашку, мы не трогаем ничего и ничего не делаем. То есть в этом случае как так называемая классическая система заделки пожневных остатков у нас не будет. Но мы ориентируемся на погодные условия. Если мы выполним эти нюансы, учтём эти нюансы, то действительно получим максимальный эффект от этого мероприятия. Ещё что очень важно именно для тех полей, которые уходят под озимые культуры. Если урожайность озимых культур выше 5 тонн, располагать озимую по озимой на этом поле очень рискованно. Это доказал этот год. Потому что в этом году из-за того, что была очень сухая осень, предшественник озимой пшеницы показал наихудшие результаты. И особенно в северных районах многие поля были просто пересеяны. Потому что была и интоксикация в связи с тем, что пожневные остатки начали разлагаться только весной. И комфортных условиях для прорастания и для дальнейшего развития растений озимой пшеницы у нас не было. Вот такие нюансы у нас в этом году. И очень хотелось бы, чтобы сельхозтоваропроизводители их учли, прислушались и действительно смогли наиболее эффективно реализовать весь потенциал и почвенного плодородия, и тех сортов культур, в частности, озимой пшеницы, которую они используют, ну и всех сельскохозяйственных культур. Спасибо. Спасибо. Но я вам еще пару вопросов задам. Да, Скажите, получается, чем больше урожайность, тем больше остается слабого, и тем больше нужно вносить селитры. Да, совершенно верно. Получается, посевы, которые зашли только весной, они потребляли, ну, то есть селитра шла на то, чтобы разложить остатки. Да, в этом и проблема была. Но в этот год еще более интересный, потому что он был холодным. Понимаете, здесь нельзя сказать, что нет прямой зависимости, что аммиачная селитра, которую дали на этих полях, она ушла на разложение соломы. Нет, было очень холодно, и микроорганизмы не работали. Но, учитывая, что все равно в любом случае идет разложение, все равно формируются соединения, которые могут быть токсичны для растений. И вот это мы увидели в этом году. Поэтому и вот это требование, что если больше 5 тонн на гектар урожайность, то в этом случае лучше не размещать на этих посевах озимую пшеницу. Лучше отставить или под пар, или под зябь, то есть под весенние культуры. Ну, это уже решает агроном. Попробуй.